В них столько энергии, мы таких любим. В Донецке сегодня митинговали против добычи сланцевого газа. Активисты считают технологию добычи топлива опасной для экологии. Однако в компании Shell, уверяют эксперты, провели тщательное исследование, и здоровью у людей ничего не угрожает. К тому же сланцевый газ принесет экономике страны миллиарды. За и против выслушал Максим Савченко. Несколько десятков активистов вышли на митинг, так как считают, добыча сланцевого газа опасна. Нет Донецкому Чернобылю. Сланцевый газ залегает небольшими объемами, и поэтому для добычи потребуются огромные территории. В Донецкой области планируют задействовать семь районов с каждой новой скважиной. И так немаленькая промзона региона станет еще больше, и, как опасаются участники митинга, повысится риск техногенных катастроф. Для добычи сланцевого газа под землю закачивают воду с химикатами. На глубине этой смесью под давлением взрывают пласты. Ископаемый газ в процессе высвобождается, его выкачивают на поверхность. Но есть опасность. Загрязненная вода и остатки газа по трещинам могут попасть в грунтовые воды. Именно этого опасается эколог Сергей Денисенко. По его данным, в Донбассе и без буровых вышек дефицит воды. То есть вся эта вода становится ядовитой. Мы будем с каждым годом все больше испытывать нехватку питьевой воды. Независимо от этой бурильной, так сказать, инфраструктуры. Но компания Shell уверяет, опасения напрасны. Технология добычи сланцевого газа безопасна и применяется во многих странах мира. В Америке исследования показали, что не было ни одного факта влияния гидроразрыва пласта на питьевые воды. Сланцевый газ сделает страну более энергонезависимой и принесет экономике миллиарды, уверены в Минэнерго. При выходе на промышленную добычу объем инвестиций, по оценке специалистов, составит не менее 10 миллиардов долларов. Ну а финансовый поток при добыче такого объема газа составит, соответственно, от 5 до 10 миллиардов долларов в год. Следующие пять лет компания Shell будет проводить геологические исследования объемов газа. Начать добычу планируют к 2015 году. Максим Савченко, Алексей Сальвон. Специально для телеканала Донбасс. Максим Савченко, Алексей Сальвон. Специально для телеканала Донбасс.